Доброе утро, коллеги! Да, я с вами согласна. Без физической активности очень сложно вести здоровый образ жизни, поэтому полезные привычки необходимо прививать с самого детства. И сегодня юные керчане могут заниматься самыми разными видами спорта. Это тэквондо, дзюдо, акробатика, легкая атлетика и, конечно же, футбол. О том, как развивается эта спортивная игра у нас в городе Герои, мы сегодня поговорим с генеральным директором футбольного клуба «Авангард» Сергеем Керечек. Сергей Анатольевич, доброе утро! Доброе утро! Для начала расскажите, сколько у вас воспитанников? Воспитанников у нас 4 основные группы, которые занимаются в нашем клубе. Это 2003, 2007, 2009 и 2011 год. То есть численность детей, грубо говоря, до 90 человек. Занимаются с этими детьми 3 тренера. То есть я старший тренер Снетко Сергеевич Николаевич и тренер-воспитатель Борсук Александр Александрович. А какой возраст ребят, парней, которые к вам приходят? Возраст детей это от 7-8 и 15-16 лет. Это заключительный возраст, старшая группа наша. Как часто у ребят проводятся тренировки? Сколько раз в день? В связи с тем, что раньше, когда хотел бы вам сказать, что в 2017 году мы соединились с спортивным заведением КШИФ. И у нас усилились тренировки. То есть у нас уже получилось, что две тренировки в день получаются. То есть работаем в недельном цикле, где понедельник, вторник, среда это двухразовые тренировки. И в четверг, пятницу, субботу в зависимости от игры одна тренировка. То есть больше пошло времени на тренировки. КШИФ это спортивная школа-интернат с усиленной физической подготовкой. Где является директором Романец Каролина Станислава. Почему был сделан такой шаг объединения? Ну, для лучшего роста детей, чтобы дети росли как спортсмены. Предложение директора школы о совместной работе нашего руководителя президента клуба и директора. Сошлись в общих мнениях. Дети там проживают и тренируются, и живут. У нас дети из материка, так же самое и дети из Крыма. Да, вот, кстати, из материка вы говорите. Откуда к вам приезжают? У нас дети со Славянска на Кубани, с Краснодара, с Тамани, с разных деревушек, в которых мы ездим. То есть селекционная работа у нас работает. Мы ездим по деревням, смотрим детей талантливых и переманиваем, можно сказать, к себе для дальнейшего роста. Вот, кстати, много у нас таких талантливых спортсменов, футболистов? Ну, я думаю, да, очень много. Надо вкладывать душу в них самое главное. Хорошо. А я знаю, что вы недавно отметили свой такой серьезный десятилетний юбилей. Вот расскажите о достижениях, которые были сделаны за это время. Ну, за 10 лет самые главные достижения были сделаны 2001 годом родоначальниками футбольного клуба, с которого с детского садика набирали этих детей. Самые глобальные, я считаю, что это у нас, мы серебряные призеры кожаного мяча на Украине, серебряные призеры кожаного мяча в России. И считаю, что самое главное достижение – это победа в Кубке Городов-Героев, который проходил в Москве. Мы заняли первое место в драматической игре, в финале играли с Севастополем, обыграли. И поэтому были дети награждены, отмечены руководством города. Самое главное. Какие планы у вас на вот этот 2020 год? Ну, 2020 год у нас планы, значит, это у нас старшая группа выпуск детей. Тоже собирается хорошее празднование сделать для них, завершение чемпионата. Все наши четыре возраста идут в лидирующих на переносство Крыма турнирной таблицы. Поэтому задача, ну, максимально как можно больше занять призовых мест. Ну, и так же самое у нас в 2020 году, это с мая месяца будет тоже грандиозный набор. Тоже 13-14 год малышей и детишек. Получается, я так понимаю, что футбол у нас сегодня в Керчи и в Крыму активно, очень активно развивается, да? Да, очень активно, да. Очень много детей. Ну, думаю, что вы знаете сами, что чемпионат мира дал большой толчок для детей, поэтому и все для этого делается. Вы знаете, что у нас в городе строятся и площадки футбольные, и поля, поэтому дети очень... Ну, самое главное, это как у наших клубов всех, которые в городе, это оторвать детей от улиц, подвалов. Занять их чем-то интересным и полезным. Конечно, да. Хорошо, Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Мы очень рады вас видеть. Я желаю вам и вашим воспитанникам творческих, спортивных успехов и, конечно, новых побед. Я напоминаю, у нас сегодня в студии был генеральный директор футбольного клуба «Авангард» Сергей Киричек. Коллеги, на этом у меня все. Вам слово. Спасибо большое, Даша. Ну, мы желаем вам хорошего настроения, самое главное, хороших новостей. Напоминаем, что на связи с нами был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и конкретно корреспондент Дарья Зимина.